По следам переговоров с главой Сирии Владимир Путин провел и телефонный разговор с президентом Турции, крупнейшего соседа Арабской Республики. По данным пресс-службы Кремля, Путин проинформировал Раджепа Таипа Эрдогана о состоявшейся в Кремле встрече. Обсуждалась и ситуация вокруг Сирии в целом. Еще одни переговоры по телефону на ту же тему Владимир Путин провел с королем Саудовской Аравии Салманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом. Визит президента Сирии в Москву не прошел незамеченным для мировых СМИ. И главный тезис, который можно вынести из комментариев, Дамаск обрел уверенность в победе над террористами. И произошло это благодаря эффективной поддержке России. Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву во вторник вечером, чтобы лично поблагодарить Владимира Путина за военную поддержку. Неожиданный визит, который подчеркивает, что Россия стала главным игроком на Ближнем Востоке. Неожиданный визит сирийского президента Асада в Москву может означать его растущую уверенность в своих силах, несмотря на сложную ситуацию в стране. Он не побоялся покинуть Дамаск впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году. Но визит сирийского президента может означать также новый этап в усилиях России запустить дипломатический план решения кризиса в Сирии наряду с военной операцией. И очевидно, что Москва видит Асада участником возможного переговорного процесса и любого плана на переходный период. Сегодня же сирийскую тему обсудили по телефону главы внешнеполитических ведомств России и США. Сергей Лавров и Джон Керри в частности говорили о подготовке министерской встречи в Вене 23 октября. Ожидается, что к обсуждению ситуации в Сирии, в частности борьбы с боевиками исламского государства, запрещенного в нашей стране, там присоединятся главы МИД Саудовской Аравии и Турции. На этом фоне о прекращении ударов по позициям исламского государства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Канады. По его словам, воздушный контингент, который до недавнего времени действовал на территории Ирака и Сирии, прекратит операцию и вернется домой.